Дорогие братья и сестры Отец наш Небесный, от всей души мы Тебе сердечно благодарим и славим за вновь подаленную возможность в этот день воскресный, в этот вечер собраться вместе для поклонения Тебе нашему Богу. Благодарна Тебе, Господи, что мы храним и Тобой на путях нашей жизни. Ты все нам даруешь для жизни и благочестия. И мы с благодарным сердцем пришли сюда помолиться Тебе нашему Богу, поклониться Тебе, Господь, попросить о наших многочисленных нуждах. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И поэтому мы просим Тебя, пребудь, Ты Духом Святым в этот вечер и благослови нас. Пусть Твое божественное утешение коснется, кто сегодня страждет, у кого сегодня печаль, у кого горе, у кого переживание, у кого скорбь милосердный. Мы не знаем, мы не можем вникнуть в душу каждого человека, но Ты сердцевидец, Ты все знаешь. Пусть милость будет над каждым братом, над каждой сестрой, кто пришел сюда в этот дом молитвы. Благослови наших дорогих хористов, воспеть Тебе стройно, Господи, всех словословящих из Тебя. Вдохнови, Господь, чтобы тебе неслась слава, а дети получали радость, назидание и утешение. Благослови и братьям, которые Ты вручил сказать слово. Вдохнови и их, Господи, исполни силой Духа Святого. Благослови и группы с занятиями покращаем, занятиями в воскресных классах. Господи, пусть милость будет и над ними. Мы молимся Тебе в этот вечер о нашей дорогой молодежи. Господи милосердный, пусть Твоя божественная охрана и милость будет над каждым из них. Прохрани их, Господь, на путях жизни. Благослови и наш город, который Ты нас приселил, чтобы еще многие познали Тебя, как Спасителя и Господа. И Тебе слава, Тебе честь добудет Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие, мы поем гимн общепения «Благо есть славить Господа». Благое славить Господа, иметь имени Твоему Всевышний. Песня «Благо есть слава» 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 И возвеселил душу мою, Я тебе, Господь, полупаю, Дела твои великий, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Возвожу мои очи горам, Возвожу мои руки к небу, Я познал, что Господь велик, Что милость Его на всей земле, Ты возвеселил душу мою, Я тебе, Господь, полупаю, Дела твои великий, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец, Ты возвеселил душу мою, Я тебе, Господь, полупаю, Дела твои великий, мой Отец, Ты мой Господь, Ты мой Творец. Спаситель наш, Мы великий, мой Творец. Мы великий, мой Творец. Мы великий, мой Творец. Стоит, мой Творец. Стоит, мой Творец. Сожги на слово, слава, свет, и заживи, заживи твой свет. Дай слышать слово на престол, что Бог в любви к тебе возраст. Ждем, что Бог в любви к тебе возраст. И чтоб меня путем земли, твои дары быть берегли. Дай слышать слово на престол, что Бог в любви к тебе возраст. Мы сильным словом лишь твоим, и мы движемся с твоим. И Бог его кровь, мы просеем красе силы твих. Ты, мы живем, желаем, даешь одно, То, что в крови сохранится одно. И в этом счастье до конца, Когда пойдем, мы в дом отца. Когда пойдем, мы в дом отца. Мир вам, братья и сестры. У нас сегодня три проповеди. Все трое братьев, мы все будем говорить на одну и ту же тему. Это тема о нашем служении великому вечному Богу. Действительно, тема о служении – это большая тема. И каждый верующий человек, каждый рожденный свыше человек, Он должен быть вовлечен в служение. Эта тема, которую мы избрали, Она действительно касается для каждого из нас. Поэтому пусть Бог нас благословит, Чтобы мы действительно всегда были искренними Его служителями. Большой пример служения – Можно сказать о Господе нашем Иисусе Христе. Он был на земле и совершил то служение, На котором Он был предназначен. Евангелие от Иоанна в своей пересвященнической молитве говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Действительно, придя на эту землю, Он совершил то служение, Для которого Он был предназначен. И смотря на нашего Господа, мы должны следовать Его примеру. Различные виды служения в нашей церкви везде, Начинается от молитвенного, миссионерского, музыкального служения, И мы можем многое еще перечислять. Но когда мы совершаем какое-либо служение, Мы должны осознанно понимать, что это действительно служение одному Богу. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, Производящий все во всех. Производящий все во всех. И тему, которую я хотел бы с вами порассуждать на тему, Это наше служение, это как большая-большая привилегия. Действительно, служение Богу, это не то, что что-то наше человеческое, Это то, что нам даровал Господь Бог. Это та привилегия, которому мы можем служить Господу, это привилегия. Открою вместе с вами, это будет первое послание от Тимофея, Первая глава, двенадцатый стих. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, Что Он признал меня верным, определив на служение. Апостол Павел был ученым человеком, Он был уже достаточно зрелым человеком, Но после своего обращения он понял и осознал, Что действительно не его ученость и ничего, Но просто милость Божия, После того, как он нашел его верным, Определяет его на служение. Это свой образ за дар, подарок и милость, и благодать Божия. И Павел благодарит за это Бога. Он говорит, Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, То, что Он определил меня на служение. И независимо, на каком служении мы трудимся, Мы должны ясно осознавать, Что Сам Великий Бог оказал нам эту милость, Определив на служение. Матфея 20 глава 1 стих говорит нам, Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, Который вышел рано поутру нанять работников, Виноградник свой. Господь является нашим господином, Он является нашим хозяином. И вовлекая свой виноградник, Он ищет, Он нанимает нас, И мы являемся как бы наемниками в Его винограднике. Мы являемся теми людьми, Которые Он привлек Духом Своим Святым. И это говорит о том, что это не наше человеческое, Это Его приоритет в том, Что Он дал нам возможность быть Его служителями. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, Чтобы вы шли и приносили плод, И чтобы плод ваш пребывал. От Иоанна 15 глава 16 стих. Заслуга полностью принадлежит Богу. Это Его рука инициировала это дело Людей соучастниками великого дела. Он призвал нас. Это Он сделал нас способными приносить плод. Уже тот факт, что сам Бог позволяет нам участвовать в Его деле, Является проявлением Его милости и благодати по отношению ко всем нам. Отвечая на вопрос, почему служение это привилегия, Я хотел бы обратить наше внимание на то, Что сам Господь в первую очередь является самодостаточным. Он не нуждается ни в коем, ни в чем. Все от Него и все к Нему. Это служение больше нужно в первую очередь для всех нас, Для того, чтобы мы могли развиваться, Чтобы мы могли расти духовно и приближаться к Богу, Служа Богу и служа друг другу. Деяние 18 глава 24 стих. Говорит, Бог сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, Не в рукотворных храмах живет И не требует служения рук человеческих, Как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Из этого стиха мы видим, что действительно Бог самодостаточен. Он ни в чем не нуждается, А мы нуждаемся в том, чтобы мы могли быть Его служителями. Следующий момент – это то, что мы действительно все греховные, И природа наша греховная. И несмотря на это, Святой Бог избирает нас для того, Чтобы мы могли служить. После того, как Он очистил нас, признал нас верными, Он дает нам возможность быть Его служителями. Апостол Павел говорил, «Меня, который прежде был хулитель и гонитель, я обидчик, Но помилован, потому что так поступал по неведению и в неверии». Действительно, Бог открывается для всех, Когда мы понимаем, когда мы осознаем, что Бог – Он великий, А мы просто нуждаемся в Его милости и в Его благодати. И Слово Божие сегодня призывает каждого из нас. Когда мы имеем, может быть, кто-либо имеет это служение, Бог мотивирует и через Священное Писание призывает, Чтобы мы всегда держались этого служения. На вопрос, как часто мы благодарим за то, что мы имеем это служение, Как часто каждый из нас благодарит, Если мы пребываем в каком-то служении, Если мы имеем какое-либо служение. Апостол Павел говорит, «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью». Он благодарит Бога за служение, которое Бог даровал ему, Он служит Богу с чистой совестью. Следующий момент, который относится именно к тем, Которые уже имеют какое-то служение. Так же апостол Павел Кримлянам говорит в 12 главе 11 стихе. «В усердии не ослабевайте духом, пламенейте Господу, служите». Действительно, когда мы христиане, мы понимаем, осознаем до конца, Что служить Богу – это привилегия, мы будем пламенеть, Мы будем служить Господу от чистого сердца. И Бог призывает нас в усердии не ослабевайте. «Имеешь ли служение – прибывай в служении, Учитель ли, в учении, увещатель ли, Раздавайте ли, раздавай в простоте, Начальник ли, начальствуй с усердием, Благотворите ли, благотвори с радушием». Римлянам, 12 глава 7-8 стихи. Действительно, Бог нас поощряет и мотивирует, Делая какое-либо служение, Чтобы мы всегда в усердии не ослабевали духом, пламенели, Чтобы мы в служении всегда пребывали. Но наряду с мотивацией и поощрением, В Священном Писании мы также видим и находим, Потому что есть определенные предупреждения для каждого служителя. Книга Осия, 4 глава 10 стихи говорит нам, «Будут есть и не насытятся, Ибо оставили служение Господу». Действительно, вкушая духовную пищу, Слушая проповеди и слушая песнопения, Но не участвуя в каком-либо служении, Мы не можем правильно развиваться, Мы не можем правильно расти духовно. Священное Писание говорит, «Будут есть и не насытятся». Мы можем слушать целыми днями проповеди, Но мы не будем чувствовать насыщение, Потому что Слово Божие, оно хочет идти дальше, Оно хочет, чтобы мы делали какое-то служение. Это важный момент для каждого из нас, Чтобы мы не оставляли служение Господу. Другими словами, можно сказать, «Будут есть и насытятся», Потому что служили Господу. Когда мы будем служить Господу, Тогда и придет и духовное насыщение. Третий момент, когда, Если кто-то еще, может быть, Не начал служить Господу, Если кто, может, остановился И оставил на какой-то момент служение, Бог обращается и к таковым. И Бог призывает через Свое священное Слово, И Он говорит через Иисуса Навина, 24 глава, 14-15 стихи. «Итак, бойтесь Господа И служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните Богов, которым служили отцы ваши, За рекой в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, То изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, Бывшие за рекой, или богам амореев, Земле которых живете, А я и дом мой будем служить Господу». Действительно, Сам Господь призывает каждого, Чтобы мы начали служить Ему, Чтобы мы могли отдавать свою жизнь, Чтобы мы могли с усердием Делать это служение. И да благословит нас Господь, Чтобы мы понимали, Чтобы действительно служение Богу – Это большая привилегия. Что мы не должны пренебрегать этим привилегией, А наоборот, возрастать в этом. Мы должны осознанно понимать, Что служение… Сам Бог определяет нас на служение. Это Он нанял нас, Чтобы мы трудились в Его винограднике. Это Он избрал нас, Чтобы мы приносили Ему плод. И действительно, Хотелось бы закончить словами, Уже прочитанной мной стиха. Для каждого из нас, Кто еще, может быть, не избрал, Для каждого, Кто, может, еще не начал, Для тех, кто еще не начал служить Господу, Чтобы вот эти слова остались в сердце. Если же не угодно вам служить Господу, То изберите себе ныне, Кому служить – Богам ли, которым служили отцы ваши, Бывшие за рекой, Или богам, Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Аминь. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. It says, As you come to him, before a foundation of a building, just let's say, let's keep that in mind, let's keep that in mind a little bit. chosen and precious. just focusing on those two words, it's this image of a builder who's going around, and he's trying to find, okay, what is the perfect stone that I can build my new building with? What can I lay as the foundation? What can I lay as the foundation? And yet, rejected by the world. Rejected by who? Rejected by the Pharisees. Rejected by the Roman Empire. Many people think that 1 Peter was written at about the same time that Rome was burned. That Nero set fire to Rome. And basically at that point, there are people getting suspicious that maybe Nero really was the one who burned his own empire. Either because some people think he was going insane, some people think he just wanted to expand and build new things, so he decided to burn the oil down. But people were getting suspicious, and so Nero, he needed a way to blame it on somebody else. And so he decided to blame it on Christians. And at this point, the letter of Peter is written to Christians who are in exile, who are running away from the Romans, who can no longer stay safely in whatever areas they were, and they ran to the region of what is modern today, Turkey. And so, both the Pharisees and the Romans, they had a chance to examine the Gospel. They ran into Christ. They knew about him enough already to know what the Christians were, but they decided to reject it. And instead, they moved on to something else. But God says, in the sight of God, Jesus is chosen and precious. What makes him so valuable is that God himself chose it, the one who is the creator of the universe, the one who establishes everything. And we need to take a look at the world, and we need to take a look at what we choose and what we value as precious through the eyes of God. How sad it is if we walk through the world and we pick so many different things because we don't know what really has value, what is truly precious. It's kind of like if we're... I'm thinking of a time when we're going shopping at, say, a flea market, and there's so many different things, and we choose to buy something that's shiny, that maybe glitters, but it's worthless, and we spend lots of money, when right next to it, if the person who has knowledge, who understands what is really valuable, he would take something that's maybe a little bit more beat up, or that doesn't look as nice, but we know that it has true value. And what determines value in this world? It's God. Other people, they try to build their life upon money. They try to build their life around fame, around having maybe the best time of their life, around many different things, but here it says that we need to find what is chosen and precious by God, and that is Jesus Christ. And next it says, you yourselves, like living stones, are being built up into a spiritual house, to be a holy priesthood. A living stone, it's giving us this example. Peter is trying to make an illustration that is common to the world, to the Roman world, to the ancient world, of a building. And yet, it's a living stone. It's not just a regular stone. So it's a part of a whole, right? We are one stone. We are just part of this building. But it's not just a part. It's a living part of a living whole. It's this example of something that is dynamic, something that is alive. And if we can read in Ephesians chapter 2, well, in first, so it's something that is alive, that includes us. And second, as a spiritual house. You know, at first it's like, when I was reading this, I was thinking, being a stone doesn't seem to be really fun. Stones really don't do much. But then when you consider that it's a stone that is part of a spiritual house, who is building this house? God himself is building this house. And who is this house for? Well, to answer that question, let's read Ephesians chapter 2. If we read Ephesians chapter 2, verse 19, it says this, So then you are no longer strangers and aliens, but are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundations of the apostles and prophets, Christ himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. And so this building that is being built, the stone which Christ is the cornerstone and which we are also being built upon the foundation of him, it's for God himself. It is a building. God doesn't live in buildings. He doesn't live in something that has a golden dome on top or in a building that has a cross. No, God lives in us, in the church, in people. And just to take a moment and to think about that and to reflect that Jesus, that God himself, the Spirit of God, lives in every single one of us. The Spirit of God lives in us and it's active. It's trying to tell us. It's trying to lead us. And to ask the question, something I ask myself all the time, am I listening to the Spirit? Am I paying attention? Am I letting myself be led by the Spirit of God that lives in me or am I grieving it? If we are not paying attention, if we are not letting the Spirit take control of our lives, are we keeping our temple as holy? Are we keeping the church as a whole as holy? Because if one part of the church isn't right, the rest of the body is also, the church is also hurting. And so this image of a spiritual house, it's the first illustration that I want to talk about and it's important because God himself, his Spirit lives inside every one of us. Are we obeying? Are we letting him be the master of that house? Or are we trying to push him out? Second, Jesus Christ, when referring to the illustration of a temple, of a house, Jesus Christ was once cleansing the temple. If we look back to John chapter 2, and there he made a whip and started cleansing, driving out the money changers, so on and so forth. And the Pharisees came to him and they said, what right do you have to do this? Give us a sign. Show us a sign that says that you have the right to do this thing. And Jesus said, destroy this temple, and I will raise it again in three days. What was he talking about when he said the temple? It wasn't that building that was right beside him. He was talking about his body. The body of Christ. So this building in which God lives in, it is a living building. It is specifically the body of Jesus Christ, which is the church. And we're going to come back to some illustrations in the Bible later. But when I was thinking about this, it came this example into my mind of that, if we are the body of Christ, then we are doing exactly what we should at least be doing. In ministry, we should be doing what Christ himself would want to do. I was sitting in choir on the top rows during one of our choir rehearsals, and I was just watching as the choir director was conducting and teaching us the songs. And I realized something that struck me for the first time, and that is I realized that the choir director, he was singing along with us. You know, as we were doing the songs, he was singing too, and he really looked like he enjoyed the song. And I thought, wow. You know, the reason he chose this song is obviously because he would like to sing it himself with us. He is enjoying the song. He is teaching it to us because he himself wants to be singing it. And then I thought, isn't God the same way? God doesn't make us do anything that he himself wouldn't want us to do. Just like that choir director, even if a song is difficult, even if a song might take some time to learn, yet he's not giving it to us to torture us. He's giving it to us so that we can get better and because the song is beautiful to him. In the same way, whatever God sends us through, it might be difficult, but God himself came as an example. He came and became a servant so that we could serve. He came and he went through all these difficulties to show us that it is sometimes not easy to do the right thing, but it is what is pleasing to God. And so whatever we're doing and all of our actions in any ministry, we are doing what God himself would like to do. We are doing the work of him. We are the body. And so, say in Romans 12, verse 4, it says this. Romans 12, verse 4. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ and individually members of one another. So as the body of Christ, as we are actually members, each one of us has a part in the body of Christ. Each one of us, we are individuals, yes. We are a part, but we are a part of the bigger whole with Christ himself as the head directing us. And we can also read Ephesians 4, verse 11. It says this. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to mature manhood to the measure of the stature of the fullness of Christ. So why did he give us spiritual gifts? Why did God give us the ability, the privilege, as the brother who was before me is saying, the privilege to minister, to serve others? It is for the building up of the body of Christ. When we are obedient to God, when we do what he wants us to do, we are drawing closer to God ourselves. Because think of just even from our natural relationships, when we're with friends, when we're with someone, how do we really build up our friendship? How do we get closer to someone? Through experiences, through doing something together, through going somewhere. When we have a common goal, when we do something, that is when we get closest. And so, when we are ministering, when we are in service, when we are being the body of Christ and obeying the head, we are doing two things. One, we ourselves are getting closer to Christ. But two, we are also drawing other people closer to Christ. The reason each of us have gifts is to build up the body so that we can all attain in the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God. When each part of the body is doing what God has told us to do, then we are all getting closer. We are all growing into Christ, all going into the goal. And what is that goal? It is to maintain, to mature, to mature into manhood, to grow in the knowledge of the Son of God and to the measure of the stature of the fullness of Christ. That is our goal. That is what I think ministry is about. It is about growing so that we can not only be like Christ in our actions, but so that we can know Him more. It is not only about actions. We are saved on the foundation of Jesus Christ, of His death. It is not by works that we are saved. It is not ministry that saves us, but ministry draws us closer to God. And if we truly love God, then we can't help but minister. We will minister by proclaiming the Word of God. We will see people who are hurting next to us and we will want to help them because God is in us, driving us to do that. If we see and we truly love God, then in everything we want to do, we will want to proclaim the name of Christ. We want the whole world to know that Jesus Christ has changed me, that Jesus Christ is the creator of the world, that He is the only one who is the Savior. Stumbling block, that stone that the builders rejected, if you have any doubts about that, go into any public school, go into a public place and say, Jesus Christ is the only way to heaven. People will right away start arguing with you. They'll start getting upset because that is the proclamation that is a stumbling block to the rest of the world, that Jesus Christ is the only way. And yet, what does the Bible say if we go to Colossians 1, verse 18? Colossians 1. And I'm going to start with verse 15. He, again, speaking of Christ, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether the thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, and in Him, that in Him, that in everything, He might be preeminent or the first or have the, basically, in the first place, the greatest. In Him all the fullness of God was pleased to dwell and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Brothers and sisters, Christ is the first. He was the firstborn of all creation. By Him all things were created. In everything, He might be preeminent. He is, one, the foundation, the cornerstone on which our faith are built. He is the head by which directs the body and who demands our obedience if we want to grow and live in the faith. He is the first, He is the only way to salvation. And so ministry, to proclaim the Word of God, is what we need to strive. And everything we do to ask, am I putting Christ first in my life? Is this really what I want to accomplish with what I'm doing right now? Because we need faith, faith in Christ, and we need to love. Those two things. And if we have as our goal, as the driving forces, say, our faith in Christ, and the love which is going to push us, which doesn't come from ourselves, it comes from God and His Spirit inside of us, and it leads us to proclaim Jesus Christ, because that is the greatest love that we can show to the world, to point them to Christ. And if everything we're trying to be like Christ, and are trying to point others to Christ, that is ministry. And it doesn't matter if it happens in the church, if it happens in the workplace, if it happens at home, or anywhere in the world. Pointing others to Christ, and striving to be like Him. We are all ministers. We are all a royal priesthood by Christ, because God has made us so. So let us go out into the world, and everywhere we go, and proclaim the name of Jesus Christ. May His name be glorified, and may God help us do this. Amen. Let us Beispiel Mrs. Valentine's Day. Jung Very very Here Three ПЕСНЯ 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 Иду, ропщу и плачу от ошибок, А ты раскинул небо надо мной, И солнце мои слезы осушило. Среди святых, развернутых широт, На небе в вышнем благодати много. Твой добрый ангел предо мной встает, Закрыв крылом опасную дорогу. А становлюсь у бездны на краю, Встает у края преданный хранитель. За что так любишь душу ты мою? За что оберегаешь, искупитель? Всегда участлив, спросишь, как живешь? Услышу голос тихий, сердцу милый. Ты на руках меня своих несешь, Когда идти мне не хватает силы. Ты лечишь раны, исцеляешь плоть, Душа взлетает птицей окрыленной. Мой добрый пастырь, любящий Господь, О, как любовь Твоя ко мне огромна! Аминь. Псалом 33. Очи Господни обращены на праведников, И уши Его к воплю их. Взывают праведный, и Господь слышит, И от всех скорбей их избавляет их. Близо Господь к сокрушенным сердцам И смиренным духам спасет. Много скорбей у праведного, И от всех их избавит Его Господь. Он хранит все кости Его, Ни одна из них не сокрушится. Избавит Господь душу рабов своих, И никто из уповающих на Него не погибнет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Евангелие от Иоанна, 14 глава Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Кто ищет мир спасенье, пусть тот ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих излечу, надежду потерявших я верить научу. Слова Его и ты звучат, как всем сердцам. Прислушайся, Он Вечный, слонись Его на дам. Прислушайся, Он Вечный, слонись Его на дам. Кто плачет и кто страждет, кто живет свою внулью. Кто ищет мир спасенье, пусть тот ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих излечу, надежду потерявших я верить научу. Прислушайся, Он Вечный, слонись Его на дам. Прислушайся, Он Вечный, слонись Его на дам. Прислушайся, Он Вечный, слонись Его на дам. Я приветствую вас всех, братья и сестры. На самом деле, каждый человек служитель. Все люди служат кому-то, чему-то или самому себе. Нет ни одного человека, который бы не служил. И есть служение, которое на самом привилегией для человека. Есть служение, которое всего лишь навсего для плоти своей, если мы говорим о духовном. Знаете, что служение? Вот, например, что такое служение? Например, мы возьмем солдата. Даже апостол Павел приводит пример Тимофею, когда он говорит о служении, что солдат, когда служит, он не связывает себя никакими житейскими делами, а кроме того, которое он делает в службе своей. И солдат полностью посвящен тому, который его призвал. Добровольно ли или недобровольно он должен отдать служение армии. Так же и христианин, так же и человек, который верит в Бога, он служит постоянно, где бы он ни был, что бы он ни делал. Бог сказал когда-то Аврааму, мы читаем в Итие 12 главе 1 стихом, Он сказал ему, иди в землю, которую я укажу тебе. Но на этом не заканчивается как бы призвание Авраама. В другом месте чуть-чуть позже написано так. Бог сказал в 17 главе Бытия 1 стихом, Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. Он не просто призвал Авраама и сказал, иди туда или сюда, но ходи передо мною и будь непорочен. То есть получается, что Бог призывает Авраама и дает ему еще то, что он должен служить Богу, а не просто ходить перед Богом. Можно ходить перед людьми, можно исполнять волю людей и бояться, что люди тебя осудят, если ты не так поступил, как люди бы хотели. То есть человек служит кому-то всегда. Я бы хотел обратить некоторое внимание в Ефесянам 4 главе, где апостол Павел нам дает некоторые советы. Я буду читать Ефесянам 4 глава с 17 стиха по 23, и Павел пишет там о таких вещах. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи поморщены в разуме, очуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их, а не дойдя до бесчувствия, предались распутцу так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в бальстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости». Обратите внимание, что апостол Павел делает акцент на том, что обновиться умом нашим. Как я себе вижу, что прежде человек, чтобы начал что-то делать или служить Богу, то нужно в первую очередь обновиться умом, потому что человек до этого служит плоть. Он служит полностью и окован плотью, и делает дела плотские, как он говорит раньше, мы читали в 17 и ниже. Знаете, даже мир это понят, что человеку нужно сначала открыть свой ум для того, чтобы что-то делать, что-то верить. Есть такое выражение, по-английски оно звучит так «be open-minded». По-русски, если ее перевести, если я ее правильно переведу, то «открой как бы завесу ума своего к тому, что я тебе говорю». Прими то, что я тебе говорю. Уже мало кто учит и говорит «Бога нет». Но если мы уже приоткрыли завесу ума своего и допустили этому, вложили в мысль нашу, и потом в сердце наше, то уже дело сделано. То есть первое служение начинается с того, чтобы мы обновились умом нашим, духу ума нашего. Таким образом человек начинает уже служить Богу с того, как он только начал размышлять о Боге. Открывает свою занавес, свои мысли заходят, и он начинает действовать. Апостол Павел Римлянам говорит такие слова. Помните, да? Вера от слышания. То есть мы сначала слышим, принимаем эту информацию, и у нас есть мозги наши, которые допустят или не допустят. Правильно, поверим ли мы в этой мысли или нет. То есть человек, начало служения начинается в том, как мы принимаем и обновляемся умом перед Богом. 25 стих по 32 апостол Павел говорит дальше. Сначала обновление ума нашего, потом он начинает говорить. «Посему, отвергни ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым мы започтлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу и да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Если мы вот это не исполняем, то для чего остальные все служения? Богу не нужны наши пения, не нужны наши стихотворения, если мы вот это не будем исполнять в нашей жизни. Давид, когда он согрешил и вошел к Версавии, и не просто он в Версавии согрешил, но и он после этого умышленно пытался скрыть свой грех, убивает и мужа в Версавии, то потом, когда он понял свою ошибку, он начинает молиться и говорит Богу о том, что «я бы принес тебе жертву, но ты не хочешь ее». Жертва уже не нужна, потому что состояние Давида между Богом и Давидом есть разрыв. Богу уже эти сожжения не нужны. То же самое, если мы вот это не исполняем, здесь то, что мы прочитали, посему отвергнив и так далее, все, если мы это не исполняем, то Богу уже не нужны наши пения, уже не нужны наши хоры, и не нужны наши регента, не нужны пастыря, если мы это не исполняем в жизни нашей. Дальше, в этой же Ефесянам, в пятой главе, Павел говорит, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем. 22 стих пятой главы и 23 стих говорит, что жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. 22 стих. Сначала исполнить надо волю Божию, а потом и можно служить остальными служениями. 5 глава 25 по 33 стих. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банную водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как и Христос, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Готовы ли мы умереть за свою жену? Готовы ли мы на самом деле поступить так, как Христос поступил для нас с вами, для церкви? Служим ли мы этим самым Богу? Дальше, 6 главе, 1 по 3 стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь в долголетие на земле». Если кто-то исполняет из детей это повеление, интересно, по какой причине? «Потому что будешь в долголетие на земле или на самом деле, потому что Бог сказал, исполняй, почитай отца и мать?» «Почитаем ли мы на самом деле своих родителей или мы их пытаемся использовать в своих благах, плотских своих желаниях? Или мы их ненавидим уже? Насколько на самом деле мы верим в Бога, насколько на Божьи обетования, Божьи желания мы хотим исполнять? Служим ли мы этим каждый день?» Павел не останавливается на детях. Он продолжает и говорит, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я как-то слышал объяснение к этому стиху. Если отец пообещал наказать сына и не наказал, то он раздражает сына своего. Но, может быть, если мы говорим детям нашим, не делай то и не делай это, но сами делаем, может быть, в этом мы раздражаем своих детей? Мы лицемерим не только перед Богом, но мы лицемерим перед своими собственными детьми. Может, вот это раздражает ребенка нашего? Чем мы служим сегодня Богу? Что для нас самое главное? Наши желания плотские или на самом деле послужить Богу от чистого сердца? Павел начинает свое послание и пишет о том, что 1 глава с 3 стиха и прочитает до 13. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Он уже благословил всем, все дал для того, чтобы мы могли служить Ему в Иисусе Христе. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благодати воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благоденствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, то, какое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайны Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, обратно в Иисусе Христе, устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главой Иисусом Христом. Все идет о Иисусе Христе. «В Нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершившего все по изволению с волей Своей». И 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его». Каждую секунду и каждую минуту на этой земле, когда мы исполняем волю Божию, мы служим Ему и к похвале, к похвале Божией. Что бы мы ни делали, когда мы исполняем волю Божию, мы делаем это все для Бога. В Иисусе Христе. 13 стих. «В Нем и вы, услышав слово истинное благовествование, вашего спасены и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Братья и сестры, наша жизнь каждую секунду должна быть служением перед Богом. Не только, когда мы приходим в церковь, не только, когда мы ложимся спать или еще что-то другое делаем, мы и в мыслях своих должны всегда служить Богу, что бы ни было. Потому что Иисус Христос призвал нас. Через Него мы все, то, что мы имеем, все от Него, и к Нему возвратиться. И если у нас не хватает силы это сделать, то у нас есть Иисус Христос, который точно знает, как нам помочь в этом. Давайте сегодня все вместе встанем и поблагодарим Бога за то, что у нас есть Иисус Христос, который даровал нам все необходимое. И по жизни, каждодневно будем служить Богу. Аминь. 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 Напоминание для молодежи. После служения будет молодежное общение. И есть молитвенные нужды. Прошу, церковь, помолиться за мою дочь, чтобы Господь возрастил ее духовно, приблизил к себе ваша сестра в Господи. Прошу помолиться о моем важном опойте, сестра Люба Высочина. Братья и сестры, если кто-то имеет возможность и расположение благословить двух девочек-близнецов, которые придут в этот мир в начале марта, пожалуйста, помогите, семья очень нуждается, будут рады всему. И есть здесь телефон, может у кого-то детская одежда, может кто-то имеет что-то для маленьких младенцев. Не одна, две девочки должны родиться. Дорогая церковь, помолитесь о нашем родственнике. Он охладел просьбу, чтобы Господь дал покаяние, обращение и крепкую веру. Родственники. И также просьба. Новая знакомая стала читать Евангелие. Помолитесь, чтобы Бог открыл познание о нем и дал покаяние. А также заработница, другая, пережила операцию и стала приближаться к Богу, читает Библию. Помолитесь также и о ней, и ее исцелении. Дорогие друзья, вот эти нужды мы помолимся и попросим милости и Божьей благодати. Господь наш, мы благодарим за то, что Ты напоминал нам через Слово Своё сегодня, через братьев, чтобы мы повиновались Тебе, ходили при Тобою, и чтобы наше хождение, Господи, оно было угодно Тебе, чтобы, проявляя послушание, мы этим прославляли Твое имя Святое ежедневно в нашей жизни. Благослови и дай нам для этого сил, мудрости. Ты, Господи, знаешь эти нужды, которые были зачитаны, и те нужды, которые переживают, Господи, близкие, друзья, о девочках, которые должны прийти в этот мир. Семья испытывает какие-то материальные трудности. Расположи братьев и сестер, чтобы посильно могли оказать помощь. Также Ты знаешь, кому предстоит важный опойтнен благослови и в этом. Дай мудрости, Господи, и в этом опойтнен, чтобы правильно давать ответы. Ответы. Благослови, Благослови, Господи, тех, кто охладел, кто оставляет церковь, кто переживает падение в своей вере. Мы просим, чтобы Ты таковых поддержал, Господи. Как трудно сегодня без общения, как трудно сегодня без Твоего света, без Твоего наставления, без Тебя. Господи, этого никто не может из нас. Поэтому мы просим, укрепляй, укрепляй нашу молодежь, братьев и сестер. Благослови и дай сил и мудрости противостоять всякому злу, возлагая всю надежду и упование на Тебя. Ты знаешь и тех людей, которые приближаются к Тебе. Их сердца открой для понимания Твоих истин, чтобы они могли принять Тебя как личного спасителя. И все эти нужды мы просим во имя Иисуса Христа, Господи. Ответь и помоги. А имени Твоему доводит слава за все. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да приводит со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok